так друзья трехфазный асинхронный двигатель гудит но не крутится да вот это у нас при включении вообще стоит на месте да он гудит как в трансформатор очень сильно асинхронные двигатели у нас повсеместно в быту используются они достаточно простые надежные часто можно встретить насосных станциях там газонокосилках ну реже да в основном коллекторные используются вещь хорошая и практически неубиваемая да тут особо гореть нечему но не совсем так есть некоторые проблемы которые у них возникают значит вот здесь в частности был тормоз в этом двигателе вот вероятно от вибрации раскрутили шпильки и его эксплуатировать некоторое время в таком режиме что возможно подгорели обмотки я его разобрал заново собрал он стал как раз гудеть и не крутится после этого я его снова разобрал и обратил внимание что шлицы на роторе да вот ротор там внутри вот видно он крутится тоже вот там вот такие штучки есть вот это ротор ну вот он смещен относительно статора да статор это как раз где обмотки вот и там видно было шлицы которые в общем-то были нержавые чистенькие такие то есть было смещение я в общем его вернул на место вот затянул он все равно у меня гудел вот я не стал просто шпильки затягивать что я помню когда затягивал в прошлый раз шпильки они в общем все здесь туго стало туго крутится вот в этот раз я не стал их как бы сильно закручивать и обратил внимание что он тоже гудит в общем потом я затянул шпильки его чудо мотор стал крутиться но он конечно сейчас крутится но не так как положено вот я сейчас даже продемонстрирую это причем без конденсатора без конденсатора в принципе мотор тоже может работать вот ну не все конечно некоторые могут спускать сейчас запускается не очень так скажем уверенно вот если мы подключим конденсатор сюда все будет гораздо лучше вот еще проблема есть то что конденсатор может выйти из строя причем внешне это может быть не видно вот например вот здесь вот этот конденсатор вот здесь вот видно да похоже вот что-то такое есть тут не знаю заводской ты не заводской непонятно общем конденсатор можно померить но самое худшее это конечно обмотки да то есть если у вас был перегрев обмотка там потемнело ну вот где-то может быть межвитковое замыкание конечно самый худший вариант но как правило с межвитковым мотор наверное совсем не должен работать вот у нас же в нашем случае крутится и меня есть склонность предполагать что здесь просто нарушена геометрия расположения так как статор у нас двигался до ротор ротор вернее двигался да и может стоять неправильно относительно статора вот и я попробую это вылечить каким-то образом конечно нужно будет конденсатор померить чтобы быть уверенным что он нормальной емкости вот а то может быть стоит поменять его емкость конденсатора можно измерить с помощью тестера специального если есть функция измерения емкости вот значит вот этот на 12 микрофарад написано плюс-минус 5 процентов он у нас показывает 10 4 микрофарад то есть в принципе меньше да то есть емкость получается значительно меньше даже если вычислить эти пять процентов от 0,6 так грубо говоря то есть 11,4 у нас на один микрофарад емкость меньше не знаю конечно сколько это критично ну вот в принципе у меня есть еще вот тот конденсатор я его попробую подсоединить параллельно и посмотрю что из этого выйдет действительно не хватает емкости для работы больше конечно тоже не очень хорошо но больше не меньше как говорится попробуем посмотрим так сейчас произведем запуск двумя конденсаторами работает не очень чисто как тут и наоборот и не выходит попробуем этот конденсатор отключить так посмотрим не заряжен он не должен быть заряжен кладем его снова спускаем так еще хуже работает нагрелась не знаю может быть здесь не контакт в общем тут конечно нужно все это хозяйство проверять плюс еще люфты могут быть могут быть плохие подшипники и так далее вот то есть достаточно сложный процесс восстановления я сейчас убежусь что вот это вот все у меня сейчас здесь контакт и начну наверно немножко вот сюда постукивать вот в эту область немножко как бы осаждать да вал да то есть у меня таким образом немножко должна съехать по идее ротор немножко должен опуститься вот хотя может быть и нифига по идее он там но по идее должен вот либо с обратной стороны и буду пытаться как бы подобрать положение в котором оптимально работает вот я пытался вчера разместить да так чтобы он четко по центру был но там просто еще с той стороны шайба тормоза ну вот она немножко мешает как бы нормально сориентировать ну вот в этом буду буду мучиться ну во всяком случае из полностью не рабочего до состояния он просто стоял гудел у меня вот это кстати легко получить вот просто достаточно ослабить вот эти шпильки ну вот он будет просто стоять и гудеть то есть вплоть до такого то есть на самом деле я честно говоря никогда не думал что они настолько чувствительны к этому какому-то так скажем геометрии на вот такой оказывается 4 то есть в принципе вот все собрано вроде бы да то есть ну что-то ему то что-то мешает он сейчас я что сделали перекинут клемма с конденсатор на на это его он в общем лучше заработал то есть уже похоже выходит наоборот ношину какой-то у него звук есть такой неприятный и он дымит что самый неприятный не знаю может быть это просто там я где-то смазал вот а может быть обмотка где-то дымит фиг узнал непонятно вот смотрите как работает сейчас хотя фиг узнать может и не выходит тоже наоборот нот дымочек пошел такой вот обмотки у нас пощупаем но корпус до горячий обмотки тоже горячий в принципе надо давать остывать часу не знаю короче из полностью нерабочего состояния до будящего удалось все-таки получить чтобы он крутился но я не уверен что все с ним в порядке то есть до сих пор остается какая-то проблема которую нужно решать не знаю может быть постучать вот да вот как я предполагал поэтому надо ему наверное дать остыть все-таки потому что я боюсь даже эти обмотки вот если их дожгу конечно уже только только в цвет металла вот такая вот в общем байда с такими движками я честно говоря не ожидал ну на самом деле их сколько раз я сам менял подшипники в них но в таких промышленных они конечно там собраны более менее жесткой там особо ничего не так скажем не перепутать а вот такие вот которые собраны так скажем без литого корпуса да где тут через через статор да так скажем то есть вот эта часть разъемная та часть разъемная и статор отдельно то есть из нескольких частей собирается таких много достаточно движков и вот они получаются более капризные да потому что что-то сидит на стопорном кольце в общем все можно сместить да и тоже вот оказывается на ротор оказывается можно сместить да там и он в принципе от вибрации может убежать да и шпильки эти вот потому что сколько у движков промышленных я и делал да ну не то чтобы делал когда-то в своей там производственной деятельности там приходилось на производстве работал подшипники менять там в них вот в общем и в перемотку мы их отдавали сами не перематал ну во всяком случае никогда таких проблем я не встречал то есть разобрал собрал а вот с такими получается очень очень большая проблема все всем пока